Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Мои Говорящий Хэнк и по просьбе подписчицы Анистасии сегодня мы будем ловить панхряка. Она попросила, чтобы я рассказал о всех подсказочках. Вот, друзья, и сразу давайте-ка я отправлюсь на остров, вот, открою страничку с животными и посмотрим, на что же ловится это животное. Итак, нам нужен панхряк, я открываю страничку с поросятами, где, кстати, она, где-то здесь должна быть, да, вот, после кроликов сразу же идет, и я уже ловил дикого кабана, свинтуса, кабанелу, панхряк и индийский кабан, как видите, еще не появлялся. Итак, о подсказочке относительно панхряка. Что же любит это животное и как его поймать? Панхряк любит золотую карусель, главная подсказочка. Вторая подсказочка, панхряк любит боксерскую грушу, отлично. Что еще любит панхряк? Он только любит лавая плата. Итак, к сожалению, к сожалению, сейчас мой герой находится на 17 уровне и лавая плата у нас недоступна. Лавая плата доступна только с 30 уровня. Ну, тем не менее, друзья, я могу рассказать о дальнейших подсказочках. Итак, панхряк еще любит пироги. Вот на что мы можем ловить этого животное. Вот, надеюсь, я помог подписчице относительно того, как ловить животных. Ну, а сегодня давайте-ка просто мы с вами поэкспериментируем и попробуем ловить животных на всевозможные игрушки. Итак, давайте-ка, друзья, я положу какую-то редкую еду. Вот, достиг я нового уровня. Вот, к сожалению, вы этого не достигли. У нас появились доступные новые игрушки. Ну, и я попробую взять какую-то экзотическую, необычную еду, которых я еще не тестил. Друзья, а я еще не тестил вот этот перчик. Вот, давайте-ка я его положу. Вот, попробуем, опять же, какую-то необычную игрушку. Вот, тоже попробуем поменять те игрушки, которые сейчас у нас максимум открыты. Вот, а максимум у нас открыт. Это вот изба, вот шезлонг. Что еще у нас открыто? Основное я частично открывал, частично не открывал. Ну, давайте-ка посмотрим, вот, под конец, что у нас там еще открыто. Вот, чем более дорогая игрушка, тем теоретически, вот, лучшее животное должно туда попасться. Ну, как-то так. Ну, что ж, друзья, давайте-ка я попробую взять и на ложку. Вот, надеюсь, что у нее как-то лучше что-то попадет. Вот, вместо подушки. Ага, вот, друзья, подсказочка. Новое кресло. Что ж, давайте-ка я возьму это новое кресло. Вот, возьму-ка я, вот, по-моему, на седьмой страничке у нас было. Или здесь было? Да, по-моему, друзья, здесь было. Футбольный мяч попробуем. И еще сделаем валетбольный мяч. Вот, сейчас, опять же, попробуем активировать игрушку. Ну, вот, отлично. И давайте-ка вот этот вентилятор я тоже уберу. А на что бы его поменять? Вот, давайте-ка, друзья, я перейду на 12-ю страницу. Возможно, что-то там интересное выпадет. Итак, что там у нас на 12-й страничке? Вот, есть возможность взять золотую ванну, вот эту ванную. Да, вот так, мне кажется, будет неплохо. Ну, что ж, попробуем, вот, открыть баночку с феромоной, привлечь редкого животного и посмотреть, что из этого получится. И да, друзья, кому интересны, вот, подсказочки на редкие животные, пишите в отзывах, в комментариях. Вот, согласно ваших отзывов и комментариях, я открою подсказочку, вот, по-любому, из животных, которых у нас есть в наличии. Вот. Ну, что ж, да, вот, кроме того, на канале есть видео, где я полностью открывал все картинки. Вот, это игра с нуля. Вот, как бы началась по просьбе подписчиков. Ну, а пока давайте-ка займемся фотосессией. Итак, у нас есть первые животные редкие, это Эль Самбрера. Вот такой вот забавный ёжик. Отлично, шестое фото. Кроме того, давайте-ка я вот сфотографирую вот эту Мадам Бегемотишу. Кто это у нас? Это Дама Гиппопотама. Ага, вот так она называется. Отлично. Кроме того, есть возможность сфотографировать рысь. Смотрите, какая она классная. Большая кошка. Кстати, мне непонятно, вот, тот Хамелеон, он там посвечивается или нет. Как-то непонятно. Ну, давайте-ка я рискну. Итак, Пантерный Хамелеон. Да, да, друзья, это пятое фото. И за пятое фото у нас награда. Пять Гемов. Отлично. Ну, что ж, все пока пошло довольно-таки неплохо. Вот, удалось поймать несколько редких животных. Удалось заработать, причем, еще несколько монет. Что, опять же, радует. Ну, и давайте-ка, друзья, я еще раз открою баночку с феромонами и отправимся к водопаду. Сейчас у нас открыто две локации. Вот, кстати, редкое животное. Редкое животное. Попался вот такой вот необычный Хамелеон. Хлорофилл. Это седьмое фото. Награда будет на десятое. Кроме того, попалась стеклянная лягушка. Вот, если я не ошибаюсь. Вот. Итак. Да, это стеклянная лягушка. И Квичи четвертое фото. До пятого не хватило. Итак, кто здесь у нас еще подсвечится? Вот такой вот забавный Хамелеон. Вот на печье играет. И еще, давайте-ка, друзья, я сфотографирую вот этого журавля. Вот, просто-просто чудесно. Да, я ошибся. Это не журавль, это айс. Тем не менее, вот животные у меня еще не было. Его засчитало. Кроме того, друзья, смотрите, классный фламинго. Да, четвертое фото. Ну что ж, в принципе, здесь, мне кажется, мы сработали неплохо. На пляжу удалось поймать часть редких животных. А сейчас отправляемся с вами к водопаду. Вот здесь никого нету. Но, тем не менее, давайте-ка я попробую заменить еду. Вот, перчика я пока не буду ставить. Давайте-ка, друзья, купим вот эти ватрушки. На них я точно еще ничего не ловил. Вот, пришлось заплатить гемами. Но это ничего страшного. Итак, стоит ли менять игрушки? Давайте-ка, друзья, я пока не буду менять игрушки. Вот, откроем все как есть. Сделаем фотосессию. Если же будет мало вот редких животных, я поменяю игрушки. И смотрите, как чудесно. Вот есть вот такой вот золотистый тамарин. Вот редкая обезьяна. Удалось ее сфотографировать. Отлично. Есть редкий розовый слон. Почему бы его тоже не добавить в нашу коллекцию? Вот, отлично. И что у нас еще? Зебра тоже, кстати, у нас подсвечивается. Вот, только давайте-ка я ее как-то аккуратнее разверну. Ну, как-то так. Мне кажется, вот так неплохо. Да, кстати, тоже редкие животные. И пятая фотография, за что нас награждает тремя гемами. Ну, что ж, чудесно. Просто-просто все здорово. Идет все довольно-таки неплохо. Вот, попробую сейчас найти еще несколько редких животных. Да, вот, друзья, попался слон. Правда, неудачные фото. Вот, тем не менее, азиатский слон добавлен на восьмая фотография к нашей коллекции. И плюс еще вот такой необычный хохлатый пингвин. По-моему, друзья, он спиной к нам стоит, поэтому не видно клюва. Вот, четвертое фото. Ну, что ж, в принципе, выглядит все неплохо. Но я хотел бы, друзья, еще поменять игрушки. И да, пусть остается вот эти, вот, то ли пряники, то ли это бублики. Вот, не знаю, что это точно, но выглядит забавно. Итак, что у нас с игрушками? Давайте-ка игрушку я поменяю. Вот, возьму вот такой вот золотой бассейн. Отлично. Вот, золотую качельку я поменяю. А ну-ка, давайте-ка, друзья, поменяем на розовую. Да, вот так, отлично. Золотую арфу тоже сменим на что-то розовое, если, конечно же, попадет. Вот, кстати, а что у нас есть? Точно не знаю, но что-то сейчас давайте-ка поищем. И так, и так, и так. А вот розовым у нас есть вот такая вот забавная подушка и пердушка. Вот ее оставлю. Да, не забываем за монетки. Вот, давайте-ка мы их собираем. А, пока не могу, друзья, пока не поменяю игрушки, не могу добраться. Итак, давайте-ка я посмотрю, что здесь у нас еще доступно. Вот, снеговик. Да, кстати, неплохой вариант. Давайте-ка возьмем снеговик. Вот, и еще вместо вот этой красной подушечки давайте-ка я что-то поменяю. Вот, я думаю, было бы неплохо поменять что-то редкое. Вот, давайте-ка мы попробуем где-то, 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 где-то сейчас что-то редкое сменять. Итак, пока ничего толкового не вижу, вот, кроме чемодана, вот, возможно... А давайте-ка, друзья, я еще возьму вот этот пылевых, да. Вот, ну что ж, неплохо. А сейчас давайте-ка попробуем открыть банковскую с фенеромонами, привлечь животных и посмотреть, что из этого получится. Итак, тоже выпадет. Итак, пингвин, белый медведь, подсвечивается ослик, вот, необычная зеленая лягушка. Вот, что это, кстати, у нас за зверь? Это у нас древесная лягушка. Новое животное! Да, этого животного еще нет у меня от фотосессии. То что ж, начало неплохое. Кроме того, есть возможность сфотографировать замороженного пингвина. Вот, отлично. Есть возможность сфотографировать какадо, попугай, отлично. И еще вот этого олененка. Вот сейчас, я думаю, мы тоже его сфотографируем. Да, вот просто-просто чудесно. Ну что ж, смотрите, как и сколько редких животных нам удалось собрать за одну фотосессию. Плюс еще и награда 4 гема, что, опять же, очень здорово радует. Вот, кроме того, подсвечивается и этот у вас лик. Давайте-ка я его сфотографирую. 4 фото уже. Одного не хватило, чтобы получить награду. А что у нас с Мишуткой? Итак, белый медведь попался на полевык. И это 5 фото. И мы получаем очередную награду. Вот, 3 гема. Ну что ж, мелочи приятны. Мелочи приятны. Итак, идем с вами дальше. Вот, по-моему, что-то там подсвечивалось. Ага, да, друзья, не забываем собирать монетки. Вот, 1000 монеток плюс 7 гемов. Что, конечно же, очень здорово радует. Ну что ж, в принципе, я считаю, друзья, неплохо мы сегодня поохотились. Вот, можем, конечно же, открыть баночки с фармонами. Попробовать еще вот ловить животных. Но я все-таки хотел, чтобы вы просили. И вот каких животных вы хотите, чтобы я в следующем видео пытался открывать. Да, давайте-ка еще пройдемся по фотоальбому. Ну, и так, смотрите, зайчиков у нас только одного кролика-весельчака нет. А так, остальных зайчиков мы поймали. Вот, с фотоальбому здесь финки у нас не хватает индийского кабана и панахряка. Но, скорее всего, они вводятся только в деловая плата. Вот, с мишками у нас все порядок, всяких понемножку, отлично. Вот, что у нас с птицами. Вот, все тоже неплохо, но, как видите, пеликана и аризонского феникса пока нельзя получить. Вот, с аризонским фениксом понятно, он только возле огненного плата, но, тем не менее, как-то так. Итак, фотоальбом. Леопарды, рысь есть, есть снежного барса и тигра нет, что, конечно же, тоже не очень здорово. Так, это у нас продолжение больших кошек. Вот, все они присутствуют, кроме саблезубого тигра. Отлично. А что у нас дальше? Хамелеоны. С хамелеонами особых проблем нет, только не хватает хамелеона индиго. А так, все хамелеоны на посту. Вот, все, все они, в принципе, неплохо себя показывают. Итак, следующая фотография, это у нас обезьяны. Видите, только два вида удалось найти. Вот, оставшиеся четыре нам неизвестны. Вот, отлично. Итак, следующая фотография, это у нас какаду. Ну, плюс голубой, ара, неразлучный и тукан. Это все у нас попугаи, но, как видите, они все присутствуют. Поэтому, опять же, здорово. Итак, друзья, немножко я отвлекся, но идем с вами дальше. Итак, следующая страничка, опять же, попугаи. А еще через одну, это у нас олени, причем необычные. Золоторог, олень, газель, антилопа и рудольф. Видите, нет золотого рога и рудольфа, но это как бы не страшно. Да, вот, друзья, следующая, тринадцатая страничка, это у нас слоны, слонихи. Вот, не хватает только мамота, оставшиеся мы поймали. Вот, кстати, мамота только, скорее всего, в вечной мерзоте можно будет добыть. Отлично. Итак, лисицы. Четырнадцатая страничка. Вот, практически все собрано, не хватает только особой лисы. Отлично. Итак, следующая фотография, это у нас бегемотики. Все хватает, кроме карликового бегемота. Отлично. Вот, следующая страничка, сто двадцать... Это у нас сто двадцать шестая фотография из девяносто седми, девяносто седми. А страничка шестнадцатая, это у нас ежики и дикобразы. Не хватает только старины ежа. Ну что ж, тоже неплохо. Так, следующая страничка, это у нас лошади. Черный джебец, ослик, дикий пони и белая лошадь. Вот белой лошади как раз нам и не хватает, что очень неплохо. Так, следующая страничка, восемнадцатая, это у нас пегасмолния, беговая лошадь, зебра и единорог. Все в фиолетовом стиле, выглядят здорово. Итак, следующая страничка, девятнадцатая, это у нас всевозможные лоси. Причем не хватает только бизона и волосолося. Остальных слоев лосей я собрал. С филинами та же ситуация. Вот совушка, филин, полярную сову собрал. Совы и всезнайки, ушастые совы и совокадабры пока нет. Что ж, ничего страшного. Итак, берем следующую команду. Вот, давайте-ка посмотрим. Вот, кто там еще остался. Итак, это у нас пингвины всевозможные. Вот, всевозможные, причем собрана полная коллекция. Нет пропущенного пингвина. С носорогами та же ситуация. Всех поймали хотя бы по чуть-чуть, но есть результат. Вот, что у нас с носорожкой. Так, 20 разных игрушек надо ее сфотографировать. Но пока, друзья, я думаю, на этом мы пока и остановимся. Ничего пока, вот, выполнять я не буду. Ну, а пока переходим к следующей странице. Итак, фотоальбом. Это у нас всевозможные морские котики. Вот, как и тюлени, так и морские планы. Вот, отлично. Вот, замечательно. Итак, следующая фотография и следующая фотосессия, это у нас черепашки. Причем все черепашки присутствуют, кроме морской черепахи. Вот, где она, непонятно. Вот, замечательно. Итак, 25-я страничка. И здесь у нас крокодилы. Причем, смотрите, мадам крокодила, крокодил зубрилка, синий крокодил, нильский крокодил, гладигатор и аллигатор. Вот, ну, как-то так. Вот, я думаю, еще пусть все вот так и остается. Вот, опять же, буду ждать от вас отзывов, комментарии. И последняя страничка, это у нас страничка с лягушками. Если, опять же, я не ошибаюсь. Да, это страничка с лягушками. И мы уже поймали все виды лягушек. Девесную, ядовитую, стеклянную принца и золотую лягушку. Ну, что ж, супер. Итак, друзья, жду от вас отзывов, комментариях. Сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!